И далее о событиях в нашем традиционном обзоре. В Актюбинской области за решетку на срок от 3 до 6 лет отправили преступную группу. Ее участники воровали нефть с месторождения. Схему хищения раскрыли в одной из нефтяных компаний. Как следует из материалов следствия, по ночам сотрудники сбывали на сторону часть добытого. Всего они похитили 530 тонн нефти. Со складов дорожно-строительной организации Усть-Каменогорска прямо на землю сливали отработанный гудрон, мазут и масла. В местах сброса отходов протекают грунтовые воды. К расследованию инцидента уже подключили специалисты Департамента экологии. В 2016 году Атаравская область впервые полностью обеспечила население овощными и бахчевыми культурами на 100%. В прошлом году в регионе собрали 73 тысячи тонн овощей и 29 тысяч тонн бахчевых. Спрос на картофель был удовлетворен лишь наполовину, а потому в этом году посев был увеличен. На конкурс «Лучший дворник Алматы» студенты Академии Жургенова представили портреты блюстителей чистоты. Их можно будет увидеть на праздновании Дня семьи в парке Горького. Сам конкурс пройдет в три этапа. Сбор заявок завершится 1 июня. Выброс газа в атмосферу произошел сегодня на Тенгизском месторождении. Видео шлейфа желтого дыма, поднимающегося над заводом по очистке нефти, моментально разлетелось по социальным сетям. В пресс-службе Тэшоу сообщили, что выброс газа произошел на комплексной технологической линии завода. Причиной стало внеплановое отключение электроэнергии. Работники, находившиеся на участке, были эвакуированы. В случае отравления, получения травм или разлива нефти не зафиксировано, оборудование не пострадало. В департаменте экологии нашему корреспонденту сообщили, что по факту ЧП на Тенгизе будет проведено расследование. Продолжение следует...